Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Балакирев, и на этом занятии мы с вами поговорим о начальной инициализации объектов в момент их создания и финализации при удалении. Начну я с того, что в каждом классе языка Python есть специальные магические методы. Да, они так и называются, магические методы. Начинаются с двух подчеркиваний и заканчиваются тоже двумя подчеркиваниями. В частности, существует два вот таких вот метода. Первый вызывается сразу после создания экземпляра класса, а второй непосредственно перед его удалением. Давайте посмотрим, как они работают и зачем нужны. Вот здесь вот в PyCharm у нас с вами уже задан класс Point, который в принципе мы делали на предыдущем занятии. Здесь два свойства, Color и Circle, и два метода, SetCords и GetCords. Но использовать вот этот класс на практике не очень удобно. Смотрите, вначале мы его, конечно же, должны создать, то есть создать экземпляр этого класса. Как это делать, мы с вами уже знаем. В данном случае просто прописываем Point с двумя круглыми скобками и на выходе получаем ссылку на созданный экземпляр класса. А далее, чтобы в этом объекте у нас появились вот эти вот локальные свойства x и y, то по идее должны вызвать вот этот метод SetCords. То есть прописать pt.setCords, ну и указать какие-либо значения, например 1 и 2. Если мы теперь с помощью функции Print выведем локальные свойства, локальные атрибуты вот этого экземпляра класса pt, то как раз и увидим, что здесь есть x с значением 1 и y с значением 2. Однако было бы хорошо сделать эти действия сразу в момент создания экземпляра класса. И в этом нам как раз поможет вот этот магический метод init. Давайте вначале мы пропишем его здесь в классе в очень простом виде. То есть init. Один параметр self у него обязательный. Мы уже знаем для чего этот параметр. Он будет ссылаться на новый созданный экземпляр класса. Ну и внутри вот этого вот метода, то есть внутри этой функции класса, мы во-первых запишем print, чтобы мы знали, что она действительно была вызвана. И здесь будет строчка вызов init. А далее через self мы как раз и создадим два локальных свойства. x и соответственно y со значениями 0. Теперь смотрите. Если вот здесь вот ниже, мы просто создадим экземпляр класса. Вот этот setCords я уберу. И запустим нашу программу. То во-первых видим, что действительно init был вызван. То есть был вызван вот этот вот инициализатор. И созданы два вот этих вот локальных свойства x и y со значениями 0. Детально все это работает следующим образом. Вначале происходит создание объекта в памяти устройства. И непосредственно перед его созданием вызывается вот такой вот магический метод new. Мы о нем еще будем говорить. Затем после успешного создания объекта вызывается следующий магический метод init. И в нашем случае init создает два вот таких вот локальных свойства x и y. То есть в результате в новом созданном объекте появляется свойство x и y со значениями 0. Но вы здесь можете резонно заметить. По идее, когда создается новый объект, мы бы хотели вот эти вот координаты x и y сделать не нулевыми, а с нужными нам числовыми значениями. Чтобы это реализовать, вот здесь вот в программе, вот в этом инициализаторе init, мы можем добавить, прописать еще дополнительные параметры. Ну, например, вот так вот. a и b. Соответственно, вот здесь вот, когда мы будем создавать локальные свойства x и y экземпляра класса, мы присвоим x a, а y присвоим b. Вот этот вот принт я уберу, потому что мы знаем, что init вызывается при создании экземпляра класса. И смотрите, теперь вот здесь вот, когда мы создаем этот объект, объект класса point, то должны дополнительно указать вот эти два параметра a и b. Ну, например, вот так вот. 1,2. Если мы теперь запустим программу, то у нас будут созданы локальные свойства x и y с значениями 1 и 2. Давайте посмотрим, как это детально работает. Я поставлю здесь вот точку останова и запущу программу в режиме отладки. Затем нажимаю f7, чтобы мы вошли вот в этот класс point. И вот здесь вот у нас сработал вот этот вот инициализатор init. Параметры a и b принимают значения 1 и 2. Как раз те аргументы, которые мы передаем. И, соответственно, вот здесь вот создаются локальные свойства x со значением 1 и y со значением 2. После этого объект у нас создан. Ну, и мы вот эти вот локальные свойства выводим в консоль. Причем, обратите внимание, атрибуты называются именно вот так вот. x и y. То есть, именно те имена, которые мы прописали вот здесь через точку после self. Не a и b, а именно x и y. То есть, имена атрибута берутся вот отсюда. То есть, то, что мы указываем через точку после self. По идее, когда создают вот такие вот инициализаторы, то параметры называют так же, как и создаваемые локальные свойства. Поэтому правильнее было бы сделать так. Здесь написать x, здесь y. Это параметры вот этой функции init. Ну, а здесь мы просто передаем эти параметры x и y. И при запуске программы увидим абсолютно все то же самое. И при этом, смотрите. Как только вот в этот инициализатор мы добавили дополнительные параметры, то есть, вот self был по умолчанию, это то, что подставляет интерпретатор сам. А вот эти вот x и y мы прописали уже дополнительно. Поэтому, когда создается экземпляр класса, то здесь вот в круглых скобках мы обязаны уже передать два аргумента. Если этого не сделать, то возникнет, естественно, ошибка. Потому что ожидается два аргумента. Это на самом деле три, но первый подставляется автоматически. А вот остальные два мы здесь не прописываем. Из-за этого и происходит такая вот ошибка. Поэтому обязательно здесь уже нужно писать два аргумента. И, соответственно, будет все работать. Или можем сделать так. Вот это вот и нет, это на самом деле обычная функция. Ну, функция внутри класса называется метод. Хоть он и магический метод, но тем не менее это обычная функция. И как в обычной функции мы можем прописывать как фактические параметры, так и формальные. То есть, указать вот здесь вот значение по умолчанию. Например, вот так вот, x0, y0. И тогда, по идее, мы можем вызывать, создавать экземпляры класса и без аргументов. Ну, например, вот так вот. Тогда будут браться значения по умолчанию. В данном случае 0 и 0. Или мы можем указывать какое-нибудь, вот, допустим, одно значение. Тогда x будет принимать 1, а y 0. Ну, или два значения. Например, 1, 2. И у нас будет, значит, x1, а y2. То есть, все это вполне допустимо прописывать вот здесь вот в качестве параметров. Я надеюсь, вот из этого примера вы теперь себе хорошо представляете, как работает инициализатор объектов классов и зачем он нужен. Второй магический метод del автоматически вызывается непосредственно перед уничтожением экземпляра класса. И он называется финализатор. Давайте пропишем такой магический метод в нашем классе point. Вот здесь вот после init я пропишу, значит, два подчеркивания, del и два подчеркивания. Соответственно, этот параметр self у нас остается. Ну, а внутри этого метода я просто сделаю вывод такой строки. Удаление экземпляра. И вот здесь вот будет адрес того экземпляра, который удаляется. Запустим нашу программу. И смотрите, действительно, вот здесь вот мы видим эту строчку. То есть, как только программа завершилась, наш объект был удален. Но здесь у вас может возникнуть вопрос. А когда и в какой момент вообще происходит удаление объектов? Мы же в программе это явно нигде вот здесь вот не указываем. Работает все достаточно просто. Интерпретатор Эдзека Пайтона имеет так называемый сборщик мусора. Это алгоритм, который отслеживает объекты и как только они становятся ненужными, удаляет их. Но как он определяет, нужный объект или ненужный? Все очень просто. Пока на какой-либо объект ведет хотя бы одна внешняя ссылка, он считается нужным. Но как только пропадают все внешние ссылки, например, вот после создания экземпляра класса, мы вот эту переменную ПТ можем переопределить. И тогда она будет ссылаться уже на другой объект. На объект со значением 0. А вот на этот объект Point, то есть экземпляр класс Point, уже никаких ссылок не будет. В этом случае сборщик мусора решит, что этот объект уже не нужен и автоматически его удалит. То есть освободит память, которую он занимал. И непосредственно перед удалением этого объекта будет вызван вот этот финализатор, то есть магический метод Del. То есть магический метод Del вызывает, пока еще существует этот объект. Но после его вызова этот объект гарантированно перестанет существовать. Вот так вот работают два вот таких магических метода. Init для инициализации объектов класса и Del для финализации. То есть для выполнения определенных действий перед непосредственным удалением объекта из памяти устройства. Если материал этого урока вам понятен, то смело переходите к следующему занятию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...